Александр Авдеев на кукурузном поле, чтобы, как он выразился, посмотреть ногами, как начинается сельскохозяйственный сезон. Неожиданно для сопровождающих он принимает решение забраться в кабину трактора «Джон Дир». Таких машин в наших хозяйствах пока немного. Сапу с Вилькина. Едем в автоматическом режиме. Руль никто не держит. Здесь навигация. Прошло только полдня, а большая часть работы выполнена. Техника очень производительная. Александр Авдеев остался доволен поездкой. Суточная сейчас программа 90 гектар. 60 уже обработано. Осталось несколько часов, и 90 гектар будет обработано. Да, 600 гектаров. Три агрегата, 600 гектаров смены. Супер. А это уже племзавод Дмитриевы горы. Поле, где посадят картофель. Весенние хлопоты начинаются с приятного. Рабочие получили новый разбрасыватель удобрений. Он может заменить три трактора МТЗ. Преимущество – это проходимость. Он называется как болотоход. Это раз. Во-вторых, его скорость движения по полю. Это тоже себе дает знать. Он едет 30-35 километров в час. Даже до 40. То есть он может воронку, вот эту одну тонну, он 5 минут. И она выброшена. Гордость хозяйства молочной фермы. Общее поголовье – 3,5 тысячи. Телят растут не по дням, а по часам. Кушают с большим аппетитом. Коллектив здесь с юмором. На емкости с молоком доярки написали «молочное такси». За ними уход, присмотр. Это как наши дети. Ни один район не обходится без предприятий по лесопереработке. В Чертково оно посёлкообразующее. Здесь трудится 80 человек. Предприниматель Кузнецов изготавливает пиломатериалы, калиброванное бревно. Занимается и лесовосстановлением. Ежегодно засаживает новыми деревьями больше ста гектаров, как и положено по закону. Вот только посадочным материалом любят полакомиться лесные обитатели. Вот про лесовосстановление это даже немножко смешно. Жрёт гад саженцы то глухарь, то кабан, то лось. Ну, я понимаю, что это нерешимые проблемы. Можно там какой-то химией, но после дождя химия смывается, и они опять приходят кушать, завтракать, обедать и ужинать. Другая проблема – конкуренты. Из-за них падает сбыт. Власть подсказывает, нужно выходить на лесные биржи и вкладываться в глубокую переработку. Тот, кто вложился в глубокую переработку, в производство готовой продукции, а не только, ну, скажем, в обрезную доску или, допустим, уже цилиндрованный брус, тем не менее, у кого переработка гораздо глубже, у того рентабельность выше, у того позиции гораздо устойчивее на рынке. Как пример, деревообрабатывающее предприятие в Меленках производит жалюзийные дверцы, столешницы, мебельные фасады и готовится освоить новое направление. К нам обратились при Министерстве обороны. Они сегодня, ну, в стране, сами знаете, идёт военная операция, и хватает тары для снарядов, да? Они к нам обратились, мы сегодня цех вот реставрируем, переделываем для того, чтобы изготавливать деревянную тару для снарядов. По итогам поездки предприятиям обещана поддержка в поисках новых партнёров и рынков сбыта. Кому-то помогут с увеличением объёмов производства, а чей-то опыт другим наука, и его надо перенимать. Александр Инин и Андрей Беляков.